между приложениями и прочим. Что она делает? Она либо отменяет текущие действия, которые выполняются, либо возвращает на предыдущий экран приложения. Вот если вы развернули панель уведомлений, то есть она у вас развернута, то кнопка «назад» «возвращать» на последний активный экран. Соответственно, если у вас было запущено приложение, она показывает последний активный экран приложения. Если не было запущенного приложения, она возвращает на домашний экран. Внутри приложения Вообще говоря, кнопка назад Она возвращает на предыдущий экран Есть некоторые такие особенные вещи Когда вы переключаете вкладки Это не считается, что вы сменили экран Считается, что вы перешли на другую вкладку На этом экране Аналогично разделы, но это по сути те же самые вкладки Только находящиеся снизу Тоже считается, что вы не сменили экран Вы сменили вкладку Поэтому, когда нажимается кнопка назад Приложение должно возвращать не на предыдущую вкладку А должно возвращать на предыдущий экран Который был перед этим экраном с вкладкой А между приложениями Вообще говоря, в Tizen есть API, который позволяет Из одного приложения вызвать другое Сегодня это вроде не демонстрировалось Но такое API есть И что должно происходить? Если у вас одно приложение вызвало другое Когда вы нажимаете кнопку назад Вы должны вернуться на последний активный экран приложения Которая была первая Кнопка домой Это вот та кнопка, которая у вас находится на устройстве Последине Значит, если вы нажали ее один раз Появляется домашний экран Если вы нажали ее и удерживаете Появляется менеджер запущенных приложений Можете посмотреть, какие приложения работают Можете там закрыть приложение Вот это назначение кнопки домой Dynamic Box Отдельный раздел Ну что такое Dynamic Box? В других операционных системах Эта штука хорошо известна как Vigents В широком понимании слова Vigents То есть, вообще говоря, это некоторая дополнительная информация Которая может располагаться на домашнем экране И каждый Dynamic Box связывается с приложением Tizen Ассоциируется Что он может делать? Он может отображать какую-то информацию Которая генерирует это приложение А может позволять управлять этим приложением На нем можно размещать какой-то минимум контрола Для этого нужен Dynamic Box Кроме того, в паре с Dynamic Box идет штука Называется Drop View То есть, некоторая еще дополнительная область Которая может быть показана при взаимодействии с Dynamic Box Она позволяет отображать больше информации Или какие-то дополнительные элементы управления Мультиокно Вот это та штука, которую мне не удалось реализовать в веб-приложениях Но утверждается, что она реализуется в мотивных приложениях То есть, некоторые особенные веб-приложения Позволяют сделать следующее Позволяют показывать одно приложение поверх другого То есть, свернуть некоторое приложение в такое окошко плавающее Которое можно перетаскивать И которое работает поверх другого Когда это удобно Ну, например, если вы запустили видео И при этом хотите еще что-то найти в браузере Вот видео работает в маленьком окошке А браузер на заднем плане Вы можете там что-то посмотреть При этом Можно закрыть это мультиокно Можно его перемещать Можно изменить его геометрию Ну, вот такой вот плавающий окошко Можно его развернуть на весь экран Уведомления Вообще, какие типы уведомлений бывают Давайте посмотрим, как они работают Ну, во-первых, то, про что я уже говорил Это панель уведомлений, которая появляется при сдвиге строки состояния вниз Ну, там можно размещать общую информацию О каких-то напоминаниях, пропущенных вызовов И отображать ход выполнения процесса Вот это справа можете видеть Например, загрузка Если у вас идет какое-то, можно туда ее разместить Тикеры Тикеры — это такие уведомления, которые появляются сверху Они могут содержать иконку, какой-то текст и кнопки Вот здесь показан код, который позволяет сгенерировать тикер И с иконкой, и с текстом, и с кнопкой Вот такие вот маленькие уведомления Которые важны их, какое преимущество То, что они не отвлекают пользователя от работы стихующих приложений Они сверху появятся, ничего не загородят Но зато напоминание будет видно Но если нужно вам как-то более явно указать пользователю на какое-то событие То лучше использовать всплывающее уведомление Которое показывается прям поверх работающего приложения Но при этом в зависимости от степени важности всплывающего уведомления Они могут быть тоже разные Первое — это когда оно пропадет само через некоторое время То есть пользователь, если работать с приложением, не его увидит Если не работает, то напоминание пропадет и пропадет Второе — которое содержит кнопку То есть оно не пропадет до тех пор, пока пользователь кнопку не нажмет Более важно Ну а третье — оно содержит две кнопки Которые подтверждают или отменяют определенное действие Когда это нужно Если пользователь готовится совершить действие, которое невозможно будет отменить Например, так То есть если он собирается что-то удалить Можно спросить его, действительно удалять или все-таки нет Вот это тоже лучше сделать всплывающее уведомление Значки уведомлений Bages Что это такое? Ну это некоторые такие вот элементы с циферками, которые можно прикреплять ко вкладкам Они могут содержать до четырех циферок Когда это удобно, как этим, например, можно пользоваться Если у вас есть приложение, которое работает с сообщениями Ну, скорее всего, у вас там есть вкладки Входящее сообщение, исходящее сообщение И вот на входящих сообщениях можно отображать количество непрочиток Соответственно, если у вас приходит новое сообщение, у вас это количество должно динамически измениться Стать больше непрочитных сообщений Ну и элементы, связанные с редактированием Обычно, ну необычно, но очень часто приложение представляет собой список каких-то элементов Почти всегда так, на самом деле у вас есть список каких-то элементов И если этот список подразумевает редактирование, то постарайтесь добавить кнопку создания нового элемента на главный экран То есть, либо в хедер, либо в футер Вот такую кнопочку создания элементов Как лучше всего делать удаление элемента? Ну, вызвать вот такое вот меню при долгом нажатии по определенному элементу Или по области списка И туда поместить функцию удаления Либо сделать режим редактирования списка И позволить пользователю выбрать несколько элементов для удаления Вот наиболее предпочтительный вариант, когда будет возможность выбора нескольких элементов Ну, аналогично при копировании или при перемещении И важный момент какой? Если у вас есть возможность выбрать один элемент Или вот выбрать несколько элементов То добавьте функцию выбора сразу всех Это очень востребованная функция, как показывает практика То есть, если пользователь может выбрать несколько элементов Сделайте так, чтобы он мог выбрать все сразу Добавленная функция элемента Ну, вот это то, о чем я уже немножко упомянул Если у вас к элементу привязаны какие-то функции То лучше всего сделать так, чтобы меню этих функций Называлось по долгому нажатию на элементы списка Элементы связаны с взаимодействием с интерфейсом Если есть, например, проблемы со зрением Тайзен поддерживает движок речевой Называется Text to Speech Который позволяет произносить информацию с экрана Или метки элементов интерфейса Ну, и вообще говоря, ребята у нас в Питере, когда был хакатон Они использовали, например, такой движок То есть, у них когда приходило уведомление Это уведомление прочитывалось Прямо звуком Ну, когда это удобно использовать Ну, например, если хочется как-то для людей со слабым зрением Показать, какие элементы интерфейса есть на экране То для этого нужно в правильной метке расставить элементы интерфейса Которые будут озвучены Ну, вот здесь пример каких меток для аудиопроектировать Ну, соответственно, если элемент интерфейса с током не видно То нужно как-то этим интерфейсом управлять Делать это лучше всего жестами И, соответственно, жесты лучше всего делать какие-то адекватные Ну, здесь показаны примеры жестов для управления тем же аудиопроектироватым И еще один момент тоже связанный Отчасти с плохим зрением Отчасти, может быть, наоборот С очень хорошим зрением Вообще говоря, Тайзен подразумевает то, что шрифт В операционной системе можно изменить Вот Ну, а вы вообще, наверное, пробовали когда-нибудь Менять шрифт в Windows XP Пробовали В общем, если его сделать очень большим, там все уезжает Вот так делать не надо То есть постарайтесь проконтролировать Что если у вас пользователь изменил шрифт И в вашем приложении шрифт, например, вырос То у вас в приложении ничего не уедет Но если вы собираете приложение из стандартных элементов интерфейса То, скорее всего, так и будет Все будет нормально Но если вы пишете какие-то свои элементы То вот этот момент, который нужно проконтролировать Ну и те элементы, которые вы можете использовать для построения своих приложений Во-первых, начнем с того, как устроена страница приложения Она состоит из трех основных частей Сверху хедер, снизу фото и посредине тела приложения Вот здесь показан такой код, который позволяет построить простенькую страницу в приложении Ну и о хедере немножко отдельно Значит, базовый хедер, который содержит не много вещей Он содержит название, быть может какую-то подпись Быть может какую-то иконку И еще может содержать кнопки Вот здесь показан код хедера, который все это содержит Но при этом в хедере еще можно размещать вкладки Мы с вами об этом уже говорили И здесь есть важный момент Если у вас хедер содержит кнопки То не вставляйте туда же вкладки Если хедер содержит вкладки То не вставляйте туда же кнопки Это будет перегрузка функционала Так делать не нужно Но можно ставить название и вкладки Это допускается Вот здесь показан пример, как сделать хедер с названием и вкладкой Вкладок будет отображаться одновременно 4 штуки Если больше 4 штуки, то они будут пролистываться просто слева направо Футер Ну вообще в Tizen считается, что футер содержит только какие-то функции То есть это некоторая область экрана для расположения кнопок функций И причем не рекомендуется туда размещать больше 3 кнопок Если больше у вас 3 функций Сделать, чтобы они были доступны по нажатию кнопки меню Вот там будут дополнительные функции Основные футер Остальные меню Ну и о телеприложении отдельно Вообще я уже говорил, что обычно почти всегда телеприложение представляет собой список элементов Но вот в Tizen считается, что элемент можно запихать почти любой функции То есть отдельный элемент списка Он может содержать кнопки управления, иконки, названия, разные чекбоксы, переключатели и прочее Вот здесь показан пример кода, который имеет вот такие 4 кнопочки Кроме того, в списке можно группировать То есть элементы в списке можно группировать Если они у вас сгруппированы логически как-то Список состоит из логически сгруппированных элементов Сгруппируйте их визуально Делать это очень несложно Просто нужно вставить разделитель с названием группы Кроме того, еще бывают индексированные списки То есть когда такие разделители вставляются автоматически Ну, например, список фамилий Можно автоматически вставить разделитель с первой буквой фамилии Он будет у вас вставляться перед фамилиями, начинающимися на эту букву Вот можно такие вещи делать Это автодевайдерс называется И они тоже делаются Раскрывающийся список Но для чего это нужно? Если у вас в каком-то элементу списка соответствует набор подэлементов То для того, чтобы не делать новый экран, не перегружать интернет